Друзья, всем привет! Рада вас снова видеть на своём канале. Для тех, кто впервые у нас в гостях, меня зовут Елена, и со мной, конечно же, моя доченька Соня Карапуз. Ну что, у нас время обеда. Мы сегодня захотели что-то такого летнего, хотя за окном уже осень в самом разгаре, но вспомнилось лето и захотелось чего-нибудь вкусненького именно из летних блюд. Поэтому купили кабачки. У меня здесь овощную рагу из кабачков, добавила репчатый лук, добавила сюда, конечно же, морковки, спелых помидоров свежих, укроп, немножко чесноку свежего. Купила на рынке всё, естественно. Укроп тоже свежая, зелень. Что ещё? Ну и немножко адыгейской соли в качестве приправ также ещё добавила. Потушила, добавила растительного масла. Никакой пасты я ничего не добавляла больше, томатной. Также приготовила картофельное пюре на молоке с добавлением сливочного масла. Прям много добавила. И порезала свежие помидорчики. У нас сегодня вот такой, можно сказать, вегетарианский вариант обеда. Все, кто кушает, будет вместе с нами. Всем приятного аппетита, друзья. Но мы вот такое вот любим. Любим мы овощи. И пока ещё цены на овощи приемлемые. Нужно кушать, нужно запасаться витаминами к зиме. Всем приятного аппетита. Ну, мы, пожалуй, уже приступим. А то всё остынет, потому что достаточно прохладно уже стало. Вкусненько. Начинает всё остывать. Я ещё сверху пюрешку полила соком от кабачков. Вкуснотища. Конечно же, куда же без горячего чая. Чай с чабрецом у меня, свежий. Домашним чабрецом. Домашний мама сама собирала его. Понятное дело. Дома чабрец не растёт. Растёт он на полях. В полях, лесах, лугах, как правильно. Соня просто водичку, Соня чай не пьёт. А мне вот прям хочется, особенно зимой, осенью. Вот такая, когда погода не очень, не самая лучшая. Хотя сегодня погода прям вообще шикарная. Даже не холодно. Ну, правда, пальто в одежде, но не холодно. Вкусняшка. Помидорчики прям свежие, сладенькие. Нужно наедаться. Потому что зимой такой роскоши у нас уже не будет. Зимой цены на овощи. Ну, помимо того, что дорогие достаточно, как мясо стоят овощи. Кабачки, баклажаны, помидоры. А по вкусовым качествам, конечно, совсем не то, как сейчас. Сейчас-то, конечно, шикарно. Соня говорит, мам, давай пюрешку. Мы недавно совсем не ели пюре. Картофельный. Ну, что-то мы соскучились. Соня говорит, давай опять. Вот летом вообще не хочется картофельное пюре. Я летом либо просто отварную картофель. Мундир даже. Когда начинает уже сезон картошка. Либо мне очень нравится летом жареный картофель. Ну, как жареный? Запеченный с курочкой. Прям крупными кусочками нарежешь. Красота. Или с курочкой. Либо с колбасками с какими-нибудь. Да полочкой все это. Класс. Вкусно. Ешь. Мы уже успели проголодаться, так сказать. Да, Сонька? Сегодня много дел было. Все нужно успеть. В выходные мы... Соня мне сегодня помогала делать подсвечники, завершающие приготовление, так сказать, к выходу на маркетплейс. Нового товара. Скоро у меня в магазине появятся еще товары, так сказать, моего производства. Да. Товары будут под моим брендом. Полностью ручная работа от и до. Скоро Новый год. Праздники. Да. Время подарков. Уже многие активно готовятся. По крайней мере, в сфере продаж уже точно. Да и так многие уже думают, присматривают подарки для своих близких. И только близких коллег по работе. Угу. Ну, вкусно. Нужно будет повторить, да, Соня, пока еще. Кабачки есть. По приемлемой цели они зимой есть. Но цена на них. Мы в этом году так и не успели сделать баклажанную икру. Кабачковую. Все. Собирались, собирались. Купим кабачки. Ну и так вот, конечно, так кушали, делали. Икорочку. Ну, не на консервацию, не в долгую, а вот чисто приготовить и покушать. Так, конечно, мы готовили. Ну. Консервировать не стали. Ну. Я немножечко в запас делала рагу. В морозилку положила несколько пакетов. Кабачок. Лук я не стала класть, морковку туда положила, помидоры. И вот в таком виде вот отправила в морозилку. Так что, если вдруг там захочется, на вдруг кабачковой икры зимой, то у нас уже заготовочка будет. Можно будет приготовить на разочек и покушать с семьей. Ну. Ну, а так, если что купим? Понятно дело, конечно, в магазине оно совсем не то. домашний-то повкуснее будет. Ну, что делать? Дел много. Не всегда получается, что хотим и планируем. Я всё съела. Вкусняшка просто. Кушай. И ты любишь такое, да? Соня овощи тоже очень-очень-очень любит. В принципе, как и мы все, члены нашей семьи. Ешь. Это очень полезно. Ну, что, друзья, не буду я затягивать слишком долго видео. Смотрю уже и так времени достаточно. Поэтому хочу быстренько сказать вам всем-всем-всем-всем огромное спасибо, друзья. Всем классного, позитивного настроения. Спасибо за ваши комментарии, за лайки, за все добрые пожелания и все слова, которые вы нам пишете. А мы, Сонечка, в свою очередь, желаем, чтобы все-все позитивные вот эти вот ваши комментарии, все, чтобы все ваши пожелания позитивные, чтобы все вам вернулось в десятикратном размере, друзья. Чтобы у вас было все-все тоже супер. Чтобы было классное настроение, чтобы все получалось, все сбывалось. Все, чтобы было хорошо. На сегодня все. Ну, пойдем с Сонечкой дальше Соня доедать, мама дела делать. Все как всегда. Никуда без этого не деться. Отдыхать, к сожалению, не получается. Может быть, праздники, когда будет, будем отдыхать. Посмотрим. Ну, на сегодня все, друзья. Всем-всем-всего доброго, всего самого позитивного. Целуем, обнимаем. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok